Накануне стало известно об изменении сроков сдачи нашумевшего моста через Каму. На деловом понедельнике глава Нижнекамского района Рамиль Мулин сообщил, что работа будет выстраиваться таким образом, чтобы к моменту сдачи дороги в 2024 году он уже заработал. Ранее речь шла о 2025 годе. Для того, чтобы углубиться в сам проект, необходимо вспомнить историю вопроса. Впервые о строительстве трассы в обход Нижнекамской набережных Челнов начали говорить еще в далеком 2014 году. С того времени обсуждения перешли в разряд активных действий. Строительство моста разделено на три этапа, причем самый длинный маршрут приходится именно на третий этап и составляет 34 километра. Он начинается на пересечении с региональной дорогой набережной Челны Альмитевск в Заинском районе и заканчивается возле поселка Сосновый Бор в Тукаевском районе. На сегодняшний день М7 заходит непосредственно в набережные Челны, через ГЭС, если я не ошибаюсь, над Волгой проходит. И, собственно, в Челнах уже на объездной дороге очень часто бывают пробки. И власти хотят улучшить положение с точки зрения пропускной способности, чтобы она стала более транзитной, чтобы большегрузы не заезжали в крупные города. То есть над Казани, например, есть объездная М7. То есть все не заезжают непосредственно в город, не создают пробки, не улучшают экологию в городе. Следовательно, это строится отдельный мост, который будет таким по большей степени транзитным для больших грузов, которые будут везти грузы не только в Татарстан, но и по всей из всех регионах России, где Татарстан является транзитной территорией. По словам начальника Волга, Вятск, Курправдора и Лдара Менгазова, изначально мостовой переход должен был быть у села Соколка. Однако этот вариант оказался сложным в реализации и дорогостоящим. Окончательное решение властей – комплекс инженерных сооружений в районе Котловки, рядом с Нижнекамском. Мост длиной 1,3 км возведут на участке трассы М7. Длина русловой части моста – 792 метра. Высота русловых опор – 50 метров. Пролетное строение левобережной эстакады, длина которой 510 метров, будут выполнены из сборных железобетонных балок русловой части из металла. Предусмотрено освещение и навигационная судоходная сигнализация. Под эстакадой на правом берегу реки будет спланирован и укреплен оползневой склон. Уникальность, я думаю, в том, что через Волгу в территории Татарстана, по крайней мере, нет подобного рода мостов с вантовыми конструкциями, с большими мачтами. Это, конечно, станет таким украшением и реки Волга, и, собственно, Татарстана. Главная особенность подобного рода мостов – что уменьшается количество опор, которые будут устанавливаться на, собственно, плоскости на дно реки. Помимо общих вопросов, сомнений и возражений, обывателя волнует страдающая природа. По словам экспертов, в Нижнекамске с экологией и так проблемы, а тут еще рядом с городом пройдет скоростная транзитная автострада, которая должна стать частью трансконтинентального транспортного коридора Европы-Западной Китая. Корабельная роща рядом с селом Нижняя Афанасово, через которую пройдет трасса – это единственный крупный лесной массив рядом с нефтехимической столицей Татарстана. Жители Нижнекамского района требуют отказаться от прокладки трассы близ Котловки в пользу села Соколка. Там, где эта трасса проходит рядом с населенными пунктами, конечно, эти жители будут недовольны. Но при этом, конечно, государство должно нести ряд компенсирующих мероприятий, предоставить лучшую территорию, озеленить территорию, создать различные шумовые барьеры от этой трассы. Крупный массив, где своя устойчивая экосистема, где, наверное, обитают лесные жители. В этом плане в Татарстане, насколько я знаю, нет еще подобных вариантов, где были построены бы эко-дуки, через которые могли бы животные спокойно через зеленые коридоры, либо подземные, либо надземные, спокойно перемещаться, чтобы не нарушать хотя бы в этом плане экосистему. На сегодняшний день, несмотря на довольно большое количество споров, ясным остается то, что мост через Каму – это уникальное для Республики Татарстан сооружение, ведь подобного еще не строили. Карина Саяхова, Фарид Захитуглы, Универньюс.